Самый романтичный праздник, День Святого Валентина, отмечают многие, хотя он и не числится официальным и считается католическим. Сегодня принято дарить друг другу валентинки в виде сердечек с признаниями в любви и теплыми словами. Мужчины часто дарят своим любимым цветы. В основном в ходу розы и тюльпаны. Самый бюджетный вариант – 15 рублей за цветок. Ну все дарят, по мере возможности все дарят. Ну конечно, гвоздичку не очень, а так, любой цветочек. Торговые ряды выстроились по улице Лазоу, кафе Деменяться. Для тех, кто хочет поздравить свою вторую половинку – сувениры и открытки на любой вкус и кошелек. Кстати, расширенная торговля на площади у рынка продлится до 8 марта. Люди стараются друг другу как-то угодить. Не каждый день радость бывает, поэтому хотелось бы, чтобы это происходило почаще между людьми, чтобы люди радовали друг друга почаще. Валентинки идут от 30 копеек до 25 рублей. А подарочки у нас старались сделать так, как более-менее, чтобы людям было доступно, с 19 рублей. Ну и 60, подушечки 50. Такие вот сувенирчики, допустим, даже вот такой, стоит 62 рубля в упаковочке. Сувениры, валентинки, сувениры и все. Будете своих поздравлять за праздник? Конечно, мужа и сына торт испеку. Обычно поздравляют не только влюбленных, но и просто дорогих сердцу людей. Символы дня Святого Валентина знакомы всем. Красные розовые сердца, алые розы, плюшевые мишки с цветами и сердечками в пушистых лапах и, конечно, обнимающиеся и целующиеся парочки. Их печатают на открытках, оберточной бумаге, одежде и даже нижнем белье. Отливают из шоколада и украшают ими все, что только можно. Как вы будете поздравлять? Подружек. Как празднуете? Ну, масляницу и как раз и день Валентины будем праздновать. А что желаете обычно? Ну, здоровья. Мы уже все пожилые там. Здоровья, счастья. Детям их, внукам уже, чтобы было все хорошо. Бабушек обязательно, своих близких, подруг. Всех, кому хочется подарить радость в этот день. А как празднуете? Просто поздравляем друг друга. И все словами. Что желаете? Желаем обязательно любви, здоровья, счастья, всего самого хорошего. Для девушки. И все. Будете всегда праздновать? Да, праздновать. Счастья, здоровья, благополучия, чтобы все получалось у нее в жизни. У меня две дочки, вот сынуля. И женщина моя, жена. Будем праздновать. Уже они взрослые, наверное, валентинками не отделаемся. Особенно с женой. А малышу? Подушечку, наверное. Что ему еще надо? Ему два месяца. Будем праздновать. Нужно праздновать. Праздники нужно отмечать. Православный праздник, альтернатива Дню Святого Валентина, День Семьи, Любви и Верности, отмечают летом 8 июля. А 15 февраля в праздник Сретения Господня в Приднестровье отмечают молодой праздник – День православной молодежи.